тема урока рисованная анимация во флэш до этого мы изучали во флэш анимацию перекладка вот пример этой анимации часики в этом фильме мы создавали новые кадры нажимая на клавишу f6 или здесь из пункта меню keyframe создавался новый ключевой кадр в котором было то же самое скопировано что и было в предыдущем кадре данном случае стрелка из кадра в кадр стрелка не изменялась она просто поворачивалась а глазки смещались с места на место перекладывались отсюда и название метода анимация перекладки а сегодня изучаем рисованную анимацию здесь мы будем создавать новые кадры пустые blank keyframe можно нажимать на f7 и так переходим в новый файл в этом файле в нижнем слое у нас расположена яблочко с ним ничего не будет происходить закроем его на замок чтобы случайно не сломать это яблочко и переходим верхний слой здесь живет наш герой червячок он будет ползать и создавать анимацию будем рисуя каждый кадр с червячком заново для этого мы создаем новые пустые кадры слое для червячка нажали f7 перед нами пустой кадр вакантный для червячка в нижнем слое продолжилась продолжились кадре ки для яблока они такие показаны серыми это значит что там ничего не происходит и по сути дела это тот же самый кадр который длится столько сколько нам надо а вот здесь вот есть такая линия границы между кадрами это значит что кадры разные и содержимое их может быть разное может быть одинаково а эти кадры фактически один кадр длящиеся нужное нам время и так рисуем содержимое второго кадра жмем на кнопочку onion skin просмотр содержимого предыдущего кадра и рисуем червячка заново обязательно нужно продолжать то что было в предыдущем кадре потому что каждый кадр наследует то что было в предыдущем кадре и продолжает движение нельзя вот так вот взять и как попало нарисовать червяка вот так вот здесь ничего не наследуется ничего не продолжается допустим наш червячок ползет направо тогда он уже немного проползет отступим так пол сантиметрика и прочертим по нему линию и пусть он немножко рулит куда хочет будет загогулины выписывать и так мы нарисовали содержимое второго кадра снова жмем f7 и продолжаем рисование только вот здесь подрегулируем область просмотра прошлого на на один кадр будем смотреть в прошлое и так опять отступили немножко прошлись по своим следам и по или рулим еще так снова жмем f7 опять продолжаем идем по своим следам можно пересекать себя ничего с нами не будет главное не наступайте на ногу себе так нажимаем f7 продолжаем каждый раз немножко отступаем и идем по своему же следу рулим в разные места 7 нажали снова отступили не забывайте в какую сторону мы ползли и подползаем потихонечку к яблоку не делаем резких движений ползем понемножечку если мы будем ползти сразу по пол червяка у нас кино будет короткая я удалю вот это неправильно и неправильно нарисованного червяка кино будет короткая зритель не успеет сообразить то есть кадров должно быть немало не пугайтесь этого работа это интересно и так мы уже почти подползли к яблоку ну раз мы к нему подползли надо его и грызть вот теперь движение наше изменится червяк как бы вгрызается в это яблоко и дальше этого места он не пойдет будет только укорачивать свой хвост нажали f7 и вот так вот мы можно немножко соврать ничего страшного обязательно останавливаемся в том же месте такой у нас сюжет если у вас сюжет может быть обмотаться вокруг яблока тогда да но попробуйте и такую анимацию в кино в анимации всегда есть режиссер всегда и сценарий но вот здесь бы на прощание я бы помахал хвостиком этого червячка мужа культурная у нас так вверх вниз и при этом немножечко укорачиваемся будет очень культурно и интеллигентно что же вам червяк не интеллигент что ли вот он уже и практически залез в яблоко и на некоторое время мы несколько раз нажимаем f7 и потом будем вылезать из другого места давайте вот отсюда повыше вылезем вот он появился поднял голову опустил стал немного длиннее когда он вылезает он тоже размахивает головой она соскучился по свежему воздуху ну до бесконечности он тоже не будет размахивать головой так она и заболеть у него может червяк продолжает вылезать из одного места но можно немножечко ошибиться но не сильно под воздействием притяжения к земле он опускается а вот когда он вылезет так достаточно вот здесь это ну наверное сделаем так будто он упал давайте вот так вот он у нас встанет на дыбы что же ему не встать на дыбы то когда он такой весь из себя крутой червяк и упадет вот сюда направо ну раз он туда уже как бы начинает падать значит он туда и упадет вот его понесла туда нелегкая вот он падает становится ниже еще ниже может быть у вас так красивый не получится не факт что у меня получится что-то прям очень красиво вот этим местом он лежит на земле да всегда есть в кино что-то подвижное вот здесь эта часть двигаться это не двигаться это и он уперт землю такая опорная часть так вот так значит и упал и подскочил немножко и снова упал и теперь нажмем немножечко на f6 все можно смотреть кино мы сделали рисованный мультфильм смотрим если мультфильм хорош но кажется нам очень быстрым да вот червяк немножко быстро бегает можно его немножечко замедлить вот здесь где у нас число 12 частота кадров ну давайте поставим восьмерочку еще раз проиграем ну в общем и на 8 и на 12 все ясно и понятно червяк слазил яблоко наелся и упал поели можно и поспать и так мы изучили на примере рисованную анимацию обратите внимание что рисуется фон мультфильма в одном слое а движущиеся элементы героя в другом слое правило верхнем вам нужно повторить то же самое конец урока